итак ребят всем привет сегодня будет у нас видео довольно таки интересное возможно кому-то покажется подозрительное у меня этот видеосюжет образовался 2014 году когда я ходил по заброшке делал первые свои шаги именно в сталковском движении и очень часто в личку задают вопросы александр бывают у вас случаи когда за вами за спины смотрят кто-то чужие глаза какие-нибудь призраки фантомы привидения и вы знаете был у меня такой случай ходил я по одному домику и вокруг домика как мне говорили домик с довольно таки плохой репутации говорят что умер там один человек и его к сожалению отыскали уже поздно когда уже человек как вам сказать уже начал разлагаться у родственников никого не было никого ничего лишь нашли его соседи вот и по такому домику я решил съездить проведать вот и при видеосъемке меня посещали очень ужасные мысли на спине голове волосы просто дыбом сами автоматически встанавливались я даже не знаю чтобы его происходило на тот момент было очень жутко не по себе хоть было и светло днем если бы ночью там был я бы наверное наложил штаны вот так что поехал я в эту заброшку именно днем при дневном освещении потому что был один я как бы немного побаиваюсь таких вот призраков привидений вот и видео есть так что сейчас я вам его включу продемонстрирую надеюсь вы увидите именно то что видел я при монтаже когда я снимал я ничего такого не заметил но когда начал монтировать видеосюжет то есть обычный сталк по заброшке по старым домам и увидел что-то подозрительное и обратил на это внимание и на самом деле при повторном включении именно этого фрагмента я увидел что за мной действительно кто-то постоянно так что включаю и смотрите вместе со мной будет наверное кому-то интересно а может быть и жутко так что на просмотр смотрим итак ребята решил я вот заглянуть в такой вот старый разваленный дом просто из любопытство люблю шататься по таким вот местам дом полу развалился хозяев здесь не имеется говорят в этом доме в свое время привидение было или дух что-то в этом роде пугали соседей ну не знаю если здесь дух привидения сейчас попробуем как-нибудь сюда зайти посмотреть правда дом очень сильно аварийным таком состоянии то и гляди рухлит еще посмотрим посмотрим зайдем так нет зайти сюда нельзя висит на замке здесь вот еще старая печка очень старая печка жалко конечно интересно где здесь было привидение в том помещении наверное но но к сожалению закрыта ладно может в окошко мы посмотреть тоже не сможем к сожалению внутренне жалко 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 и так ребят все таки я пробрался к окошку этого дома вот по такому вот лазу крапива выше меня ростом мне пришлось утапать вот такую тропу ну и добрался я конечно до окошко здесь разбитое стекло сейчас мы посмотрим итак ребята становился я на паузу и хочу вам показать что увидел я мое лицо находится вот именно отражение стекла вот в этом районе здесь вот здесь камера здесь вот камера я снимаю но что я увидел следующее это же конечно же отражение в стекле с внутренней стороны выделил красным цветом надеюсь вы это тоже видите вот на лицо фантома вот мужчина был седоватый вот такая вот у меня какая то прическа вот здесь вот у нас глаз левый здесь очертания второго глаза здесь вот рот и вот здесь вот у него нос и движется оно слева направо надеюсь на повторе вы это все видели жуть какая мне пришлось утапать вот такую тропу ну и добрался я конечно до окошка здесь разбитое стекло сейчас мы посмотрим что у нас здесь может конечно время суток день призрака мы никакого не увидим но говорят здесь дух остался кого-то бывший хозяин здесь был один жил один он умер и очень и очень долго о нем никто не знал и он здесь лежал и только когда запах из дома стал доноситься на улицу решили проведать что здесь а здесь он уже ну не будем даваться подробности сейчас взглянем кстати вон портрет будет это он и есть вон он интересно почему у меня камера не фокусирует на портрете очень интересно ручный фокус на этой камере хороший здесь не хочет фокусировать хотя может быть если убрать вот так вот представляете все равно а вот сфокусировал так что у нас там еще блин к сожалению голову засуньте могу засунь только камеру что у нас потом на камере посмотрю что я вижу ну вот такой вот дом старый блин очкануло что дрожь по спине пробежал какой-то шум посторонний слева и следит следующее окошко было интересно то что здесь вот шкаф стоит входа дальше нет а здесь у нас окно представляете очень интересно здесь все здесь все закончилось здесь окно походу там есть еще одна комната у нас все занавешаны окна чердак рухнул вовнутрь жалко конечно что я не могу сюда залезть а то было бы наверное интересно посмотреть ладно хоть освещение хорошие то есть вечерком бы я сюда заглянул стопудово на меня что-нибудь либо упала бы либо что-то шмякнула либо какой треск мне пришлось быть делать ноги отсюда ну ладно все равно буду делать ноги такой вот старый дом такой вот декоративный узор украшали раньше в старину свои дома ладно ладно надо делать отсюда возвращаюсь обратно своим же путем который я проделал сквозь такую крапиву который выше меня пойдем отсюда от греха подальше не будем мы будить местного призрака который явно сейчас еще спит потому что время суток у нас вечер и он я думаю проснется к сумеркам рядом с этим домом еще находится старый дом но этот дом жилой правда изнутри на занавески навечно вот такие старые дома у нас были и до сих пор существует сюда возвращаться не будет какой-то здесь дух нечистый ну ладно поехали а а а а Голос во мгле, голос во мгле Мне больно видеть белый свет Мне лучше в полной темноте Я очень много, много лет Мечтаю только о еде Мне слишком тесно, заберти И я мечтаю об одном Скорей свободу обрезки Прокрыть свой ветхий старый дом Проклятый старый дом! Был деда полуме Слепой и жутко злой Никто не вспомнил о нем Самый холодный тот Соседи не встали И вот тогда хорей И что с ней достали Решили заколотить двери окна Мне больно видеть белый свет Мне лучше в полной темноте Я очень много, много лет Мечтаю только о еде Мне слишком тесно, заберти И я мечтаю об одном Скорей свободу обрезки Прокрыть свой ветхий старый дом Проклятый старый дом